Друзья, добрый вечер! С наступающим Новым Годом! Я рад, что вы нашли время посетить данную лекцию. Это, в общем-то, результат годовой работы будет озвучен. Очень интересные моменты в конце года выплывали. И год очень-очень плодотворный, надо сказать. Многое, что открылось. И, во-первых, сегодня день такой знаменательный. Вчера была знаменательная, это два дня назад знаменательная рада. Поэтому, возможно, начать именно с этого. Здравствуй, созданный волей народа, Великий, могучий Советский Союз. Славься, Отечество, Как же свободное, Ружь и народа, Славься, народная, Пусть от победы в победе ведет. От грозы сияло, Как солнце свободное, Где не великий, А пусть отзади, От жиростей, На верность дорогу, На труды, на подвиги, Спасибо! Славься, Отечество, На верность свободное, Славься, народная, ПЕСНЯ 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 очень актуальна модель образа будущего. Раньше ее, в общем-то, представляли как набор целей и задач, которые необходимо достичь или осуществить. И когда эти задачи решались и осуществлялись, то образ пропадал, и цель пропадала. Соответственно, нужно выработать другой механизм и другие подходы, именно понятие образ будущего. Но и здесь надо, во-первых, проанализировать, что нам оставили предыдущие поколения. И, пожалуй, самый первый образ будущего, это был изложен Беконом, Лордом Беконом, в небольшой работе, которая называлась «Новая Атлантида», которую опубликовал в 1627 год. Там немного, там всего лишь 30 страниц, она не оконченная работа. Но там, по сути дела, не то, что образ будущего. Там, например, набор технологий отдельно сделан. Второе – общественное устройство. И здесь, скажем так, сама методология познания. То есть он все эти три комплекса соединил в этой работе. И, скажем так, целью нашего общества является познание причин и скрытых сил всех вещей. И расширение власти человека над природой, покуда все не станет для него возможным. То есть задача, как говорится, покорения природы. И второй очень важный момент внизу. И вот что еще мы делаем. На наших совещаниях мы решаем, какие из наших изобретений и открытий должны быть обнародованы, а какие нет. Соответственно, рождался два пласта знаний. Первые знания – это которые пускали, скажем так, вниз спускали, условно, для народа. И следующий плац знаний, который оставался непосредственно уже в управляющих структурах. Если сравнить вот эту работу «Новая Атлантида», то, по сути дела, тогда начинался капитализм. Уже первые годы пошли. И это была его программная работа. В отличие от классических фантастов, таких как Жюль Верн, Беляев, в основном фантастика касалась технических средств. Как-то подводная лодка, летательные аппараты. А здесь технических средств просто нет. Здесь показана сама методология познания. И те рубежи, потому что в работе там показаны то, что и биотехнологии показаны, и цифровые технологии показаны. Они просто не так назывались, как сейчас мы называем, но, по сути дела, все это изложено в этой работе. Я несколько раз ее читал. И каждый раз, вот я живу, 30 страниц, и каждый раз находится какой-то новый смысл. Что-то новое открывается. Если посмотреть, ну 1627 год, это без малого 400 лет. Горизонт планирования 400 лет. Вы представляете, не пятилетка, а 400 лет. И вот через 400 лет то, что он тогда написал Лонбеком, вот как раз в начале этого века, ну в начале прошлого века, начало осуществляться. Соответственно, этот образ уже исчерпал себя. Но, как раз в 30-е годы начали готовить уже другой образ будущего. Вышла работа Олдоса Хакси о дивный новый мир. Если в предыдущей, как вы помните, была задача познать природу, чтобы, ну скажем так, ее осваивать, то здесь уже самое главное. То здесь у нас самыми важными проектами грядущего будут исследования того, что политики и ученые назовут проблемой счастья. Имея в виду проблему прилития людям любви к рабству. 32-й год. Обратите внимание. И если мы сейчас посмотрим, что вокруг нас происходит, то, по сути дела, это образ будущего. Вот в этой работе образ будущего. Но горизонт планирования здесь составляет 100 лет. То есть, это 32-й год, сейчас к 2032 году. То, что здесь нарисовано, выращивание человека в пробирках. Вот четвертый пункт. Четвертый, и это будет долговременный проект. Понадобятся многие десятилетия тоталитарного контроля, чтобы успешно выполнить его. Это надежная система Евгеники, предназначенная для того, чтобы стандартизировать человека. И тем самым облегчить задачу администратора. То есть, сейчас уже подходит к тому, что человек уже, ну скажем так, в Европе там уже давно всех под одну гребенку стандартизировали. У нас территория большая, да и народу вообще-то так тяжелый. Но особенно в конглаберациях таких, как Москва, это уже заметно. Это уже, к сожалению, заметно. Потому что люди становятся не такими, какими мы даже знаем лет 30-40 назад. Процесс идет. Вот это образ будущего, который готовят молодежи. Вам готовят. Мы это уже не застанем. А вот вы как раз будете уже в этих пробирках. А ваши дети вообще уже будут. Если не предпринять соответствующих шагов. Вот образ будущего. И здесь тоже есть очень интересный момент. Вот как раз на каком-то занятии студент обговорил про план Даллеса. Ну, оказывается, его сейчас не знают. Словно никто. А тем не менее, можно, скажем так, спорить. Подлинный, неподлинный. Но если мы возьмем тех, что там написано, и посмотрим, что вокруг творится, так, ребята, все, что он написал, вокруг то и происходит. И здесь не важно, подлинный, неподлинный. То есть план Даллеса не существует, но он действует. Вы понимаете, как система-то работает. На противоположном полюсе, вот так называемые майские указы. Документы существуют, но не действуют. Потому что счетная палата посчитала, там майских указов процентов 10 выполнено. Ну, считайте ни о чем. Этот не существует, но действует. А указы существуют, но не действуют. Вот она, разница какая. Вот он, то, что образ какой сделали. Это в 49-м году, кажется, была вот эта, всплыла такая штука. Прошло сколько? 60 лет. 70. 70. И то, что написано, оно сейчас все работает. Вы понимаете, в чем дело? Образ осуществился. То есть мы смотрим. Образ Беккера осуществился через 400 лет. Олдос Хаксли осуществился через 100 лет. Сейчас план Даллеса осуществился через 70 лет. То есть эти образы, которыми нас уничтожали. И вот знаменитая статья Сталина без теорий, нам смерть. Смерть это март 53-го года. Почему он так сказал? Потому что выиграв войну, создав сверхдержаву, к тому времени тот образ, который нарисовали в 29-м году, ну, в 20-е годах, он уже осуществился. Вы понимаете, в чем дело? То есть все, цель достигнута была. Соответственно, нужно было выбрать другую модель дальнейшего развития. И в этом заключается без теории, нам смерть-смерть. То есть без теории, без образа теории, что это образ будущего. Вы понимаете, в чем дело? К сожалению, теория так и не появилась. И через 60 лет страна прекратила существование. Ну, через 40 лет она прекратила существование. Вот что значит нет образа будущего? Это вопрос жизни и смерти. И теперь ключом к образу, это знаменитая тоже статья, фраза Сталина. Главное в жизни – это идея. Когда нет идеи, то нет и цели движения. Когда нет цели, неизвестно вокруг чего, следует сконцентрировать волю. Вот это самое главное. Цель всегда рождает волю. И это все взаимосвязано. Поэтому у нас задача создать модель образа будущего. У меня доклад изменился достаточно серьезно. Потому что когда я начал уже просчитывать, сейчас как раз перейду уже к модельной части, многие вещи надо еще додумать и переосмыслить. Поэтому то, в чем я сейчас уверен, я вам сообщу, а уже это будет первый доклад из целой серии. Потому что еще нужно и не только одному мне, и тоже подключиться к этому мыслительному процессу. Вот нам, учителям наши, оставили такую книгу для воззрения устойчивого развития. Близнецов и Борис Евгеньевич Большаков. И теперь смотрим. Вот у нас численность населения Земли, экономический рост, ну и тут тепличный эффект, попустыня, гибли животных и прочее, прочее, прочее. Ну, сосредоточимся. Вот просто мыслим. То есть, вот у нас в 900 году было 1,6 миллионов человек, в 2011 уже 7 миллионов человек. Миллиарды. А, миллиарды, да. Миллиарды. Но, обратим внимание, что Солнце, солнечная энергия, поступающая на Землю, это величина постоянная, она не изменилась. Она не изменилась. А вот человек преобразует эту поступающую энергию Солнца, первое, в энергию мысли, потому что мыслительный процесс тоже требует энергии, больших затрат. И второе, энергия действий. Вот когда все это вместе складывается, это у нас получается уже энергия человека. Важнейшим показателем эффективности преобразования энергии является скорость преобразования. У молодых скорость преобразования большая, поэтому, как говорится, они и горы сворачивают. И чем старше человек, тем у него меньше скорость преобразования. Это тот, что показывает нам жизнь. Мы берем все от природы. И здесь вот получилось то, что с 900 по 2011 год численность населения увеличилась в 4,5 раза. Это говорит о том, а величина той энергии постоянная, что произошло? Увеличивается скорость преобразования энергии. И в данном случае пропорционально росту численности населения планеты. Здесь вот необходимо отметить следующее. Потому что отцы-основатели дали нам основы. Дали нам основы. Но это не значит то, что... Но эти основы должны служить как движение вперед. Как основание движения вперед. И вот здесь, скажем так, очень важно понять, что сохраняется и что изменяется в процессах. Понимая, что сохраняется, мы получаем точку опоры. Правила устойчивости, не зависящие от направления движения. И вот здесь вот предположение было высказано. Если энергия сохраняется, то уж она постоянно, то изменение энергии во времени равно нулю. Полная мощность системы равна нулю. Это значит, что система является замкнутой. В ней нет потока энергии со средой. И вот здесь мы сегодня с вами рассмотрим такую очень ловушку, которая называется закрытые и открытые системы. Это такая хорошая была ловушка сделана. Мы к этому вопросу подойдем. И вот сейчас написано то, что все явления находятся под контролем закона сохранения мощности. Как утверждение о том, что полная мощность системы, ну, на входе в систему равна сумме активной мощности и мощности потерь на выполнике системы. То есть вот все основатели дали нам платформу, от которой мы можем двигаться. Потому что если бы они это не сделали, не было бы вот этого, у нас бы, скажем так, не было бы этой точки, от которой мы могли бы двигаться. Поэтому безмерное им уважение. Вот переходим уже к определению. То, что мощность, скалярная физическая величина, характеризующая скорость. Вот вы понимаете, в чем дело? Произошла подмена. Скорость заменили мощностью. Скорость это понятный параметр. Скорость понятна. А что такое мощность? Это уже какая-то относительная величина. Вы понимаете, в чем дело? И мы будем оперировать только конкретными, однозначными величинами. Соответственно, мы вводим понятие скорости. Мощность. Это физическая величина, характеризующая быстроту преобразования энергии и равное отношению величины преобразованной энергии к периоду времени, за которое она была преобразована. То есть понятие мощности мы из дальнейшего лексикона исключаем. Потому что есть более соответствующие естественным понятиям скорость, мощность. Характеризует скорость. Так зачем нам этот термин, который закрывает сущностные? И отсюда получается, что если не будет энергии, энергии равна нулю, то не будет и мощности, и скорости. Соответственно, энергия первична, а мощность вторична. И вот теперь на странице 100, вот в этой работе Бориса Евгеньевича Большакова, вот такая диаграмма. То есть полная мощность на входе. Она равна мощности активной на выходе и плюс мощности потерь. И мощность определения. Это поток энергии, это энергия в серединице времени, работоспособность в серединице времени, возможность действовать во времени. И тут вот буквально меня что осенило. Работая долго с двигателями внутреннего сгорания, я вошел вот в такую вот диаграмму. КПД ДВС и структура потерь в двигателе. Ну, ДВС, если так говорить действующей моделью, это закрытая система. Это закрытая система. И здесь то же самое, видите, вот мощность на входе, вот она, 100%. Здесь общие потери, вот она. А здесь мощность на выходе. И получается что? Это разве открытая система? И вот тут, это инженерный подход. Приходи по тому, что делали, то есть разве открытые инженеры, технари. И они сказали так, вот этот ДВС закрытую систему, и вот у нас получается вот эта штука. Но, дело в том, что ДВС это она не закрытая система. Это искусственная система. В природе-то двигателей-то нету. Нет. И, скажем так, навряд ли, допустим, зимой, то есть весной закопали одноцилиндровый двигатель, а по осени выкопали из земли шестицилиндровый. Такого же тоже не бывает. Там только все уменьшается. Соответственно, все уходит в потери. Вот мы теперь подходим к следующему этапу. Мы задумались, соответствует ли вот этот вот рисунок описание открытой системы. Задумались. Потому что вот там закрытая система ДВС. Все то же самое. Как так может быть? Если это закрытая, это открытая. Давайте разберемся. Вот. И здесь тоже в самом словаре, физика-словарь справочных, замкнутая система. Вот, а или закрытая вот. В полном смысле закрытых систем в природе не существует. Так как все, без исключения тела, взаимодействуют между собой. Нету закрытых систем в природе. Тогда как он может амперировать тем, чего нет в природе? Поэтому понятие замкнутой или закрытой системы мы исключаем из когнитивного аппарата. Потому что оно, скажем так, не соответствует реальной природе вещей. И теперь получается второе. Теперь проанализируем вот эту фразу, которая была основанием исключить энергию, как основу, инвариант всего. У системы постоянная величина энергии. У нас же Солнце постоянно идет одна и та же величина. Она же не меняется на протяжении жизни человечества, там, тысячи лет, там, или десять тысяч лет. Ну, есть там годы активной вспышки. Ну, это на общий фон, это так, фрагменты. А так, величина энергии постоянная. Меняется что? Скорость. То есть, отсюда мы вот этот пульт переформатируем. То есть, у системы постоянная величина энергии, независимо от ее состояния. Тогда все у нас вот здесь вот становится на свои места. То, что есть у нас энергия, величина постоянная. И то, что мы наблюдаем, это ее изменения, которые мы фиксируем. Мы фиксируем везде, во всех процессах, скорость. Как она выражается в температуре, в давлении, еще как-то. Это уже вопрос ответил. Но мы фиксируем именно скорость преобразования. И как вот получается то, что энергия у нас постоянная? Если у нас изменяется какой-то один параметр, увеличивается, то второй параметр у нас уменьшается. И в результате энергия системы остается постоянной. И вот мы сейчас как раз будем вот этот вопрос изучать, потому что это непосредственно касается устойчивого развития. Вот теперь давайте некоторые выводы сделаем. Человек – естественная природная система. Стабильная, неравновесная. Правильно? Правильно, мы в неравновесном состоянии со сведой. Человек начал создавать искусственные технические системы, которых нет в природе. Но самолетов нет в природе? Нет. В природе есть птицы. Подводных лодок нет? Нет. В природе есть рыба. Поэтому все так называемые… И вот тут вот идея собак – это порыва. Потому что все законы природы, которые мы с вами изучаем, студенты изучают, формулировались человеком из логики создания искусственных систем. Вы понимаете, в чем дело? Чтобы их создавать, искусственные системы, нужны понятийный аппарат, который называется «законы природы». То есть, законы природы создавались из логики построения искусственных систем. В частности, понятие «эффективность» было введено для качественного сравнения и анализа создаваемых искусственных систем, чтобы было с чем сравнивать. То есть, это понятие тоже сравнительное – «эффективность системы». К природным системам это не относится. Соответственно, в естественных природных системах потерь нет. То есть, мы вводим новую категорию. Вместо закрытых и открытых систем, мы вводим искусственные и естественные системы. То, что мы в природе-то и наблюдаем. А вот уже в природных системах потерь нет. Иначе, при одной и той же величине энергии, население плодится и прочее. Как-то так. Соответственно, мы сейчас вот с этим вопрос будем более глубоко рассматривать. И вот теперь смотрим. Это вот то, что мы смотрели на искусственную эффективность. Ну, здесь вот человек. Человек – это у нас стабильное неравновесное состояние. То есть, мы – энергия химических связей, скрытая в пище. Здесь у нас добавляется мощность среды, нахождение. Если здесь мощность потерь в искусственных системах, то, видите, стрелка-то идет уже в другую сторону. И на выходе в естественной системе природной вот что у нас получается. И вот за счет этого у нас все идет и размножение, и развитие. За счет того, что у нас... Вот видите, здесь у нас мощность потери и активная мощность. Полная мощность на входе. А в открытых системах все на выходе. Вся сумма. То, что у нас на входе химических. Кучность мощной среды, которая нам добавляется Творцом, который создал ее. И в результате у нас вот это все складывается. И вот здесь мы видим уже разницу. Вот между закрытыми системами. Вот она, искусственная закрытая система. И естественной природной системой открытая. То, что у нас вот здесь все складывается на выходе. На выходе в природе ничего не тропится. Все складывается. И мощность, скорость преобразования энергии за единицу времени. Вот мы имеем в виду скорость преобразования за единицу времени. Это параметр скорости. Вот это, пожалуй, отсюда пошли все дальнейшие рассуждения, которыми я сейчас с вами делюсь. И теперь рассмотрим природные системы. Вот, естественные. Которые существуют. Первая группа – это стабильно неравновесные системы, живой мир. Исходное природное состояние, неравновесное взаимодействие со средой нахождения. Человек – стабильно неравновесная система. И вторая группа – стабильно равноценные системы. Это не живой мир. Вот там камни, яркий представитель. Исходное природное состояние, равновесное взаимодействие со средой нахождения. Ну, предметом нашего изучения являются это именно неравновесные системы, живые. Потому что, скажем так, человек это неравновесная система, живая. А если у нас наше общество человеческое состоит из неравновесных людей, значит, само общество всегда находится в неравновесном состоянии. Понимаете, у нас цепочка переходит уже на общество. Потому что рассматриваем человека, а такая же модель и общество. И вот теперь есть такое в биологии понятие, как базальный метаболизм. Который определяется как скорость основного обмена. Видите? Скорость. Если бы мы оставили там понятие мощности, там мощность, здесь скорость. Понимаете? Мы бы это не смогли связать в одну цепочку. А когда мы в понятийном аппарате берем понятие скорости, то есть мы в искусственных системах скорость, здесь вот уже в медицине скорость. Но у нас выходит уже одно понятийное звено. То есть скорость преобразования. И вот здесь, да, вот у молодых, вот такая скорость высокая. А чем старше, тем, видите, как она уменьшается, падает. Это вот как раз о чем и говорит. То, что скорость преобразования энергии является той фундаментальной величиной, которую требуется изучать. И мы, вот скажем так, будем вот это все дело очень серьезно сегодня рассматривать. И вот здесь тоже несколько подкорректировать мысли отцов-основателей. Если доминируют процессы диссипации, мы приближаемся к смерти. Если доминируют процессы антидиссипации, мы удаляемся от смерти. Теперь мы смотрим вот этот график. Что мы можем сказать? Если низкая скорость преобразования энергии, мы приближаемся к смерти. Если высокая скорость преобразования энергии, мы удаляемся. То есть мы смотрим, как это происходит в природе. Из природы все берем. Только из природы никаких фантазий. Никаких фантазий. Природа нам все дала. Надо просто открыть глаза и увидеть это. И вот теперь немножко к физике вернемся. Почему? Потому что здесь вот я вам покажу. Потому что все, абсолютно все величины можно привести к временным параметрам. Ко времени. Вот классическое у нас, я все люблю вот этот пример показывать. Он классический во всем. Это нагретое тело. Вокруг нагре этого тела мы рукой можем фиксировать что? Тепловое поле. Да, вот у нас горячая труба, мы подносим. Скажем, да, вот у нас границы теплового поля. Состояние идеального газа. Ну, скажем так, потом уже все могут это просмотреть отдельно. Мы просто сделаем вывод. Вот эти математические преобразования. То есть, первое. Для создания давления B, потому что у нас давление постоянное, зависимость, роль и температура. Видите? Температура увеличивается, плотность уменьшается. Температура увеличивается, плотность уменьшается. И произведение этих величин, это есть величина давления, которая постоянно, независимо от... Как раз величина энергии постоянно, независимо от состояния. Что здесь величина энергии, что здесь. Она одна и та же. Разница только в скорости преобразования, температуре. Ну, в большем случае, для создания давления, необходимо затратить какую-то величину энергии. Вот мы давление, правоморно. Вот у нас энергия. Представьте, вот мы подошли к описанию постоянства величины энергии. Есть закон сохранения энергии. Здесь мы видим его математическое выражение. И вот самую хорошую подсказку, вот я считаю одним из великих, величайших ученых, прошлого века, это МАКС-ПЛАН. Он показал связь температуры объекта. Ну, у него звучит это частоту и колебания осциллятора. Но в нашей модели это частота вращения усредненных на клонов составляющих объект. Вот у нас HT, вот коэффициент. Уже, кстати, получается вот этот коэффициент. И величина температуры отражает частоту вращения составляющих объектов. Вот она, температура постоянная и частота. И теперь внимательно. Вот здесь вся собака-то и зарыта. У нас, как мы можем выразить частоту через время? Потому что у нас частота, обратная величина от периода времени. И вот у нас появляется длительность периода, временной параметр. То есть мы температуру, температуру выразили через время, через период. Вот у нас появляется время. Чем выше частота температура, тем меньше длительность периода Т. Т. в минус первой степени. Вот мы. А теперь у нас, видите, вот уже длина L. И следующий шаг у нас будет уже. Вот она, L, T. Система Бартини-Кузнецова. Величайшее исследование, когда дошел до этой части, ну, в общем-то, я могу сказать спасибо от самоснователям, что они сделали такую таблицу и такую основу. Основу для дальнейшего развития. И теперь посмотрим. Вот у нас нагретое тело 100 градусов. Вот у нас период времени. Одна сотая. У нас температура уменьшается. от нагретого тела. А длина, видите? У нас, если у нас температура 100 градусов, у нас одна длина теплового поля. Если температура у нас 400 градусов, у нас другая длина теплового поля. И вот мы весь процесс нагрева выразили в зависимости. Длина L, время T-1. L, T-1. Величина постоянная. Здесь вот пространство время, говорят термин. Ну пространство это понятие такое философское. Вот длина, это уже конкретно. Длина, время. И вот она, L, T-система, она у нас подходит вот этому одному выражению. Потому что у нас то же самое. Электричество, в лекции. Ну здесь вот ток, это тоже длина, время. Потому что напряжение, это частотный параметр. Ток тоже частотный параметр. По сути дела, вот эта вся таблица у нас выходит уже вот в эту зависимость. Спасибо отца-основателям, что они сделали вот эту основу. Ну а наша задача это все дело развивать и продолжать. И теперь мы смотрим. Я вам показал на одном примере, на примере температуры, как работает L-Т-система. И теперь мы смотрим, а где мы можем это еще наблюдать? В экономике как показатель. Основной показатель в сталинской экономике был это себестоимость продукции. И вот мы посмотрим, как это работает. Улучшение величины себестоимости продукции в общем виде можно трактовать как уменьшение времени на выработку этой продукции. То же скорость преобразования увеличивается. И вот мы смотрим. Вот за какой-то год взяли период. Ну это был 47-й год, когда отменили карточки. Он был взят за единицу и процесс пошел. И вот условно через год уменьшили себестоимость продукции на 25%. То есть вот у нас, видите, время уменьшилось, а продукции годовая увеличилась на 25%. И вот эти 25%, там или 10%, или 15%, они куда шли? Ну прям, кто же помнит? Наслежение цен ежегодное. Вот она зависимость. ЛТ. Потому что мы уменьшили время, получили продукцию. Вот она. ЛТ. То же самое, что температура. ЛТ. Потому что мы все приводим к изменениям двух главных параметров. Где еще у нас есть? Вот теперь общество. Ну возьмем какое-то величину. Население было там, ну условно там миллион человек. И, скажем так, обрабатывали площадя длиной L. Через какое-то время стало уже 5 миллионов человек. Что получилось? Скорость обработки увеличилась. Соответственно, затраты времени уменьшились в 5 раз. Соответственно, обрабатываемая площадь увеличилась в 5 раз. Видите, мы уже в обществе видим эту L-т зависимость. Скорость и длина. И здесь мы можем уже дать определение, что такое устойчивое развитие. Что такое устойчивое развитие? Термин. Суть устойчивого развития общества заключается в, первое, устойчивый рост численности общества, численности населения. Что это значит? Это уменьшается время, да? Немножко так выработка той же самой увеличенной продукции. И одновременно должно синхронно увеличение территорий, занимаемой обществом. Вот оно. Они должны быть синхронизированы, потому что не будет увеличения территории, будет, как вот сейчас говорят, перенаселение. Ну, в общем-то, в истории только две цивилизации могли вот этим преимущественно отпользоваться. Первая, это Великобритания, которая на пике своей могущества немало, почти 26% территории земли занимала. И Россия, которая тоже на пике своего могущества в лице Советского Союза занимала серьезно большую территорию. А европейцы, как они вот с этим боролись, воевали. 100-летние воины в Европе были, были 30-летние воины были. Там, в общем-то, вот это на соответствие убирали, просто уменьшали количество населения, приводили вот к этому состоянию, и вот на этих клочках земли они могли спокойно развиваться. Вот вам пример работы ЛТ-системы уже на примере общества. И так, да, да, потому что у нас сейчас ситуация какая-то. У нас страна, а без людей, территории заброшенные стоят. Соответственно, что нужно? Повышать рождаемость и затем осваивать территорию. Это вот, как пример, я студентам говорил, после войны у нас был бэби-бум, то есть была повышенная рождаемость. Через по 60-е годы что у нас случилось? Освоение Сибири. Пошли стройки. Потому что молодежь чем-то занимать надо. И вот появилось то, что у нас молодежь плодилась, скорость обработки уменьшалась, но увеличилась территория, пригодная для проживания. Этот процесс. И, так сказать, у нас Сибирь в 70-е годы, ну, 60-е годы осваивалась с бешеными темпами. И тогда появилось что? Данные комсомольские стройки. То есть туда молодежь отправляли, там она знакомилась, женилась, размножалась, и было соблюдение вот этого закона устойчивого развития общества. Скорость преобразования уменьшалась, территория обживаемая увеличивалась. Та же самая задача стоит и сейчас, к сожалению. население у нас уменьшается, соответственно, частота, ну, период увеличивается, и территория уменьшается. Та же, вот эти все процессы, они просчитываемые. Вот. И вот на этом, уже наметки есть для следующей работы, но там со многими зависимостями надо еще поработать. Поработать. Потому что они так вот неожиданно всплыли, это целый фундамент, это новый понятийный фундамент. Именно во всех. Что в технике, что в природе, и что в общественном. Я вот на трех примерах показал, как эта ЭТС-система работает. То есть, спасибо отца-основателям, но двигаться надо вперед, развивать все. И я, правда, тебе порасскажу такую, что хуже все от меня лжи. Здесь, во-первых, чтобы взять отправную точку, почему? Потому что самое главное, какую точку мы возьмем за отправную, за единицу. Надо осознать, где мы сейчас находимся. В какой ситуации. Вот. И самое главное, вот базовый закон в обществе, Конституция. И вот давайте сравним. Конституция СССР. Ну, первое. Государство – это аппарат насилия в руках правящего класса. Это не я придумал, это вот высшая школа экономики, Москва, вот что меня за терроризмом посчитали, экстремизм тоже. Это орудие насилия в руках правящего класса. Теперь мы смотрим Конституцию Советского Союза. Советский Союз, ну, Союз Советский, государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции. Трудящийся всех наций и народностей страны. То есть здесь четко обозначено класс, ради которого государство осуществляет насилие. Теперь берем Конституцию Российской Федерации. Есть демократическое, федеративное, ну, и дальше, ну, ни о чем. Знаете, кто в этом государстве правящий класс? Тишина. Тишина. Ну, здесь у нас экономический строй социализм, здесь экономический строй капитализм. Ну, вроде бы, капиталисты. Если у нас капитализм. Ну, про это не сказано. А мы сейчас с этим вопросом немножко будем разбираться. Ну, во-первых, вот здесь вот такое вот словечко, вот демократическое, вот такое вот словечко. Ну, они там еще внутри себя делились. Ну, были как? Первое. Демос. Так говорится, демократия – это власть народа. Но не указывается, какого народа. Вы поняли, где собака зовут? Не указывается, какого народа. Рабовладельцы – тоже ж народ. Народ. Рабовладельцы – тоже народ. В Греции – это был демос. Это население, имеющее рабов. А охлас – это население, не имеющее рабов. Может, кто-нибудь помнит, был такой – охламоны. Ну, вы и охламоны. Вот оттуда вот это слово берет название от окласа. Соответственно, если взять смысл демократии по древней гречи, древней Афины, оттуда, то демократия – это власть кого? Рабовладельцев. Почему? Потому что только демос, только рабовладельцы могли голосовать. Вот где собака-то – за рынком. То есть, выборы были только среди демос народа, населения, имеющего рабов. Чувствуете? Какая хорошая подмена произошла. Типа, это власть народа, ваша власть. Ну, ребят, мы вот определились, что демократия – это власть рабовладельцев. Теперь нам нужно определиться, кто же сейчас рабовладельцев. Ну, давайте мы сейчас сделаем небольшой экскурс в историю. Ну, до 91-го года в Советском Союзе капиталистов не было. Была такая категория, которая называлась барыги. Барыги были, барыги были, а капиталистов не было. И аналогичный период был в истории США – это конец позапрошлого, начало прошлого века. Как раз тогда формировался капитализм. И теперь давайте посмотрим капиталистов. Ну, скажем так, мало кто знает, то, что все самолеты знают, Боинг, Боинг, ну, Боинг. А вот он, Вильям Боинг, который как раз основал эту корпорацию. А начинал он с лесопилки. У него была лесопилка на Севере Соединенных Штатах на границе Америки. Лесопилка, которых тогда было десятки тысяч лесопилок. А в то время основным конструкционным материалом самолета что было? Болево. Дерево! Дерево! И вот из тысяч этих лесопромышленников только Уильям Боинг понял то, что перспективу авиации. И начал делать деревянные самолеты, которые превратились уже во всем известные мировые лайнеры. И у него есть описание, автобиографию. почитайте, очень интересно сколько трудов и каким потом это все делалось. Генри Форд рекомендует почитать его книгу «Моя жизнь, мои достижения». А еще можно мировой юрист очень неплохой генри Форд и правда его потом просили сжечь. Да, да, да. Вот. Ну это уже следующий этап, мы вот с ребятами работаем, на этот кто тоже. Там показано, каким трудом и каким потом это все делалось, вот его капиталы. То же самое Томас Эдисон. Все знают его, это выдающийся. полковник Кольт в Америке это вообще святой человек. Даже поговор Бог создал людей разными, а полковник Кольт сделал их равными. Вот это люди, это творческие личности были, это творцы. Вы понимаете в чем дело? Это были творцы. И они творили ту великую Америку, которую мы знаем. А у нас на чем делали капитал? на разрушении. Если эти делали капитал на созидании, после них оставалось и все прирастало, здесь осталась корпорация Боин, здесь фирма Форд, здесь Эдисон, ну а коль до сих пор стреляют люди друг в друга без кольта, и очень этим делом хорошо занимаются, все это прирастало. А у нас за период перестройки сравнения потери Великой Отечественной войне и потери от перестройки. Потери от капитализма больше, чем потери от войны. Так у нас не капиталисты, вот это капиталисты, а у нас кто получается? Барыги. Барыги. Власти пришли. Барыги, которые капитал делали на распродаже Родина. Если эти приумножали Родину, то эти продают Родину. Барыги. Соответственно, первая статья. Вот ярчайший пример. Сейчас уже прочтение забыли, что Кмановское газовое месторождение. В том, помнят? В свое время там и ушей из всех там вот Кмановское ради этого месторождения газовое Норвегии отдали. Вот такую территорию. с очень большими рыбными запасами. Тогда такая горя была среди рыбаков. Потому что что же вы делаете? Вот у нас вот эта часть осталась средней голодной 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 211 тысяч тонн. А вот эту часть отдали 322 тысячи тонн вылов. Ее отдали ради но дело в чем? Ведь его не запустили, а эта территория Норвегии осталась. Никто за это не отвечает. Соответственно вот первую статью можно сказать что Российская Федерация есть не демократическое а рабовлагическое ферративное государство вооружая волю и интересы колосса барыг. Вот классическое штокновское престорождение когда барыги выдают свои шкурные интересы за национальные ярчайшие примеры. вот и теперь тоже в стране ну мы как раз говорили практически нет проектного мышления от слова совсем и вот эти снегопады которые наступили в Петербурге засыпано было техники не хватает когда журналисты пошли техники оказывается стоит на валом но нету водителей операторов техники на валом она не работает потому что одну часть только из всего комплекса закупили потому что они могут закупить все а то что надо еще людей найти обучить и посадить в технику это уже не входит в их понятие вы понимаете в чем дело я в чем говорю то что у этого класса людей это уже класс это уже класс мышление на два шага максимум здесь стырить купить туда за бугерой отвезти свалить товар деньги товар уже два уже два потому что оттуда оттуда уже ничего не возвращается там уже все и сгорело смотри в чем дело вот это схема работает это понятно это понятно это вот то же самое кто-нибудь слышал сейчас про дальневосточный гектар работает там дают землю так дают лишь вот ну скажем так планировали три миллиона туда переселить отток составил два миллиона всего порядка где-то семнадцати тысяч участков ну вы понимаете в чем дело ну якобы Сибирь развивать но дело в том что земля это дает ну вот она земля земля а инфраструктуру надо дом построить ну как мы тебе кредит дадим ты все построишь но ты же кредит не отдашь потому что там работы-то нет дом и заберем вот это развитие вот это понятно вот это понятно а что там в Сибири развивать это непонятно вот тут да дали дали потом обжали и все вот тут мы развиваемся вот и теперь вот смотрим реальные результаты изменение населения вот у нас идет 2015 год небольшой был стресс в 2016 году и у нас пошло уже вот оно это вот в январе-май это только за первую половину года уже за первую половину года было минус 350 тысяч то есть к концу года где-то к миллиону приблизится и впервые зафиксировано если вот эту численность что-то иммигрантами компенсирует то уже иммигранты повалили отсюда то есть тотальная идет катастрофа демографическая и одновременно видите какие достижения по вывозу капитала война идет СВО специальной военной операции а капиталы вывозятся ударными темпами видите это вот по полугодию а это вот уже прогноз набит Александр Михайлович у меня есть официальный на мое имя ответ Центробанка с момента образования Центробанка по сентябрь 21 года 1 триллион 311 миллиардов выведено официальная отчет это официальная еще плюс неофициальная это вот результаты идет СВО а капиталы барыги вывозят но это капиталисты разве? нет капиталисты это у нас не капитализм у нас не капитализм у нас другой экономический строй основным классом является класс барыги это пожалуй впервые в истории такое произошло впервые в истории на всем не так потому что мы являемся колонии давайте сейчас все отсюда идет давайте все привязан вообще ни к чему давайте пока я говорю то что люди видят потому что 99% даже не знают смотрят но не видят даже не знают об этом и здесь очень интересный момент да вот по оценке аналитиков Массачусетского кризисного центра контролировать территорию России может население ну скажем так а если население меньше 50 миллионов человек то территорию России контролировать уже невозможно чисто физически вот это и вот когда я увидел вот это вот по оценке директора института социальной политики и социально-экономических программ ВШР ВШР ну высшая школа экономики но вы знаете то что это говорится куда смотреть да это колониальный это у нас светоч ВШР это у нас светоч и теперь смотрим когда все это посчитали оказалось что достаточная численность населения России 50 миллионов человек цифра-то та же самая в Массачурчатстве сказали 50 миллионов и здесь 50 миллионов и теперь остается при таком темпе уменьшения населения несложно посчитать когда это наступит несложно посчитать когда это наступит и этого товарища это правительство говорит кузница правительственных кадров ВШР этого светочка наша вот что происходит и здесь наверное слышали про такой эффект вареной лягушки когда ее медленно 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 варят и она уже под конец не может выпрыгнуть потому что она уже сильно все потеряла эффект вареной лягушки сейчас в общем-то если вот так вот со стороны посмотреть на так называемое население РЭП то это уже аналог вареной лягушки то что мозг уже выварили напрочь и скажем так если бы не специальная военная операция так бы и гнили как лягушка и потом уже точно когда было 50 миллионов человек как уже запланировано было уже бы мы никуда бы не выпрыгнули все кончилось бы но здесь сейчас тоже самый эффект уже второй то что вот касательно специальной военной операции то что СВС идет своим чередом все стабильно никаких вопросов и проблем у нас там нет но вы знаете то что у них там проблем нет я с этим согласен но у нас там проблемы то что там наши родные и близкие там у них родных и близких нету поэтому у них там проблем нет у нас проблемы и они будут идти понарастающие почему потому что существующая экономическая модель она нацелена не на решение задач она их мультипликацию и одна задача не решение тащить с собой другую вот ну давайте классический пример вот статья Ленина 1913 год написал грозящая катастрофа и как с ней бороться накануне первой мировой войны и как там сказано было единственная помеха этому которую прикрывают от глаз народа кадеты эсеры меньшевики было и остается то что контроль обнаружил бы бешеные прибыли капиталистов и подозрал бы эти прибыли вот она где собака то зарыта и да и у нас вот так вот бронежилет в январе снил 7000 рублей а уже в сентябре 135 тысяч рублей Ливен об этом писал еще в 1913 году модель та же самая модель та же самая и здесь в общем-то тоже отправная точка это образование я вот когда со студентами посмотрел я думал что в образовании у нас катастрофа в образовании уже разруха катастрофа прошла катастрофа это процесс а в образовании сейчас разруха и скажем так достаточно тяжело еще несколько времени и уже пойдут необратимые процессы и вот здесь в работе выбор будущего стратегический прогноз в России написан через 5 лет проведенный автором анализ показывает что имеющие предпосылки к развитию исчезнут ранее чем через 5 лет за это время произойдет естественная убой специалистов высокой квалификации доставшейся в наследство от СССР сейчас специалистов не выращивают не выращивают сейчас просто дают какое-то условное образование неизвестно в какую область неизвестно зачем и для чего вот это вот уже отправная точка уже не то что 0 уже минус и вот теперь посмотрим примеры проектного решения на примере мина большевиков 1920 год еще идет гражданская война не закончилась но большевики принимают постановление и начинают масштабные геологические исследования экспедиции на подтверждение существующих природных месторождений то что от царской плюс еще на разведанный опыт если кто помнит был такой фильм пропавшая экспедиция как раз там месторождение белые налетают красные налетают чекарда они ищут там месторождение артыбаш кажется вот началось часть этого пошла на новую экономическую политику бакинские месторождения кстати новая экономическая политика это то же самое что у нас произошло в 1991 году это страна на вынос тогда бакинские месторождения принадлежали Нобелем он оттуда качал алмазные месторождения принадлежали английской компании Лена Болтвинс советская Россия там имел всего лишь 5% то что по сути дела это разграбление сейчас кто говорит про НЭП-2 ну во-первых плохо вы знаете на деревянном части всего даже совсем не знаю потому что НЭП-2 у нас был в 1991 году и по сегодня вручный день нам нужна индустриализация 2.0 и вот теперь смотрим в 29-ом году начинается индустриализация но уже ресурсы природные под это сверстаны уже все становится занаранее на планированные места то есть все вот это называется проектное планирование и у нас сейчас у нас это точки бифуркации мы живем в точке бифуркации сейчас соответственно первоочередная задача это сохранение и аккумулирование новых знаний потому что сейчас скажем так мое поколение уже последнее потому что мне даже своих ровесников мне трудно найти кому я могу хотя бы часть своего дела латать нету среди моих ровесников ну чем все дело и вот эти знания они в общем-то которые будут утеряны ну скажем так через сколько столетий их опять удастся возобновить это даже вообще никогда не удастся вот сейчас знание пойдет на переход на период и через 10 лет уже на новую индустриализацию 2.0 и здесь самое главное ресурсная база изменений если ресурсная база индустриализации 1 это были природные ресурсы то ресурсная база индустриализации 2 уже должны быть технические решения потому что природу даже все скушали природу природу уже скушали соответственно рассчитывают на природные ресурсы но это скажем так опять перейти к тому же пику, к которому мы пришли. Временно используя природные ресурсы, сколько триллионов туда увезли, вот это ресурсы уже скушено. Соответственно, в наших силах тоже технические решения, которые позволят заменить эти технические ресурсы. Вот на этой мажорной теме я и хочу закончить свой доклад. Надеюсь, интересно было? Нет. Я просто хочу добавить, потому что мы с Александром Михайловичем просто много работаем, я не знал только, о чем будет доклад, и самое важное в его работе сейчас, то что он сумел нарыть, знаете, ведь то, что он вначале рассказывал о отцах-основателях, о Борисе Евгеньевиче Гришаковой, о Борисе Кузнецове, о Бартинии и так далее, то, что удалось связать вообще нашу научную школу устойчивого развития с ее ИТ-подходом, с той моделью, как мы ее для себя называли моделью всемира, которую Александр Михайлович сумел открыть и предъявить, на основании, как открыть, предъявить, ты же нам ее демонстрируешь, она есть, а не шаг моделью, первый шаг есть. Но, я вам что хочу сказать, это очень важная вещь, потому что есть такое правило, аксиома, можно сказать, уровень развития цивилизации определяется уровнем развития ее фундаментальной науки, а уровень развития фундаментальной науки определяется уровнем ее понимания, структуры реальности. Поскольку современная фундаментальная наука опирается в понимании структуры реальности на ложе аксиоматики, соответственно, вся эта ложная аксиоматика тянет за собой ложные выводы в проводимых исследованиях. Поскольку модель, которую Александр Михайлович сейчас распаковывает, скажем так, вот мы ей дали имя Всемир, а почему Всемир, скажу, потому что есть такой сухого кобылина, уникальный совершенно философ, инженер-философ, я, кстати, с молодежью очень приюду с ним познакомиться, потому что он был табуирован в советское время, похлеще Богдан был табуирован, потому что его ученик Всемир там очень технологично подходит к категории бога, он как бы бога формулами выводит, и это неплохо у него получается, это, во всяком случае, проверяемо. Так вот, эта модель Всемир объясняет что? Она универсальна, в чем ее ценность, эта модель. Он не стал показывать ее примитивно к социальным процессам, экономическим процессам, любым процессам, биологическим процессам, а мы эти вещи уже моделировали, мы так их прикидывали, мы смотрели и видели абсолютную параллель. Поскольку единственный строй в условиях современной реальности, который, в принципе, вытянет всю сумму противоречия, это, ну, скажем так, это не научный коммунизм, мы назовем это научный ноосферизм, как угодно это можно назвать, в любом случае это научно просвещенный подход к проектированию организаций систем жизнеобеспечения и жизнеуправления. Это уже не про коммунизм, и не про капитализм, и не про то, что у нас сейчас там олигархический колониальный какой-то недокапитализм. Это не про это, это про управляемую научным знанием и инженерным методом систему организации управления обществом. Это и есть ноосферная вот эта дистанция. Так вот, эта модель, которая фактически является универсальной, позволяет решить эту задачу реально. И вот дальнейшее развитие, вот я со своей стороны Сергея Михайловича, конечно, вижу именно в этом. Потому что есть одна часть техническая, нам надо будет распаковывать новый замещающий технологический уклад, не замещающий технологии, за что ругают некоторых ученых, потом они пропадают, потом там что-то с ними случается, с их изобретениями, потому что замещающие технологии, например, в области энергетики, в области сельского хозяйства и так далее. А это замещающий технологический уклад. Вот предыдущая лекция Алексея Михайловича была очень важной, и его всем прошу освежить в памяти, потому что он единственный, кто поднял этот вопрос. Мы его захватили за это и сейчас транслируем на любых площадках. Потому что речь идет не о шестом технологическом укладе МВИКС, а о шестой фазе первого технологического уклада, где вот эта капиталистическая цивилизация пожрала планету как резервуар по Ингрессу. Природа, неисчерпаемый резервуар природных ресурсов. Исчерпаемый, очень даже исчерпаемый резервуар, если эти ресурсы потреблять. А вот второй технологический уклад в нашей уже логике, в нашей классификации, это или иноосферный космический, как угодно можно назвать, это уже этап преобразования ресурсов планеты. Не потребление, где на МВИКС этапе главной нефтью становится человеком, который уже употребляют и перерабатывают сейчас, а преобразование. Здесь вот был Петр Мираевский, здесь были те люди, для которых никому холодный ядерный синтез, свободная энергия, но только не метрогенерация такая примитивная, а те вещи, которые здесь, как горящие лампочки Тесла и прочее. Вот, это действительно совершенно новая логика. И вот всё это, в том числе вам, для студентов, потому что это целый мир. Вот вы видели. У нас сейчас коэффициент рождаемый, знаете, такой? 1,44. 1,75 это необратимое наказание нации. 1,75. 1,44 нас уже нет уже, через 50 миллионов показывают. Если вы ездите сейчас по регионам, страны, то понимаете, что вся статистика, фухловая, 147 миллионов, это так. На деревне дедушки можно рассказывать об этом. Намного всё хуже, и даже не о количестве речи, а о качестве. Терске нам стоит выбрать. Но от этого интереснее. Но я закончу именно на мажорном месте. Сейчас действительно идет лихорадочный поезд. Здесь те силы, которые пытаются барахтаться, как-то лягушка, пытаются барахтаться, и всё-таки пытаются как-то сохранить государственность. Они катастрофически заинтересованы в Союзе с теми остатками, ошметками научной мысли и вообще русского мира, скажем так, который ещё где-то остался, где-то представлен в разных областях и в военной, и в специальной, и в научной, и в инженерной. И Бог даст сил нам хватить вырулить. А специальная военно-политическая операция, конечно, требует нашего самого непосредственного участия. И здесь те на разработке, которые ваши группы и другие группы ведут, конечно, очень важно внедрять. И мы здесь тоже, конечно, будем участвовать. Я просто на чём ещё закончу, в самой конец. Пожалуйста, вот этот блок по именно развитию теории, связки её с нашей научной школой, она можно продолжать и углублять очень серьёзно. Потому что то, что тебе уже удалось... Ещё раз повторяю, Большаков и другие, мы вот ехали сейчас, мы когда-нибудь обсуждали это, они были заложниками бракустого ложа относительно всего года. За критику Эйнштейна мы знали, в какие заведения сербские и так далее их отправили лечиться просто по факту того, что нельзя это критиковать. В том числе это касалось ЭЛТ-системы. Но когда ты говоришь, что нет размерности, допустим, Бартий не знал, что нет размерности. ЭЛЛРТС. Общая размерность, безразмерная была в нашем мире. И в то же время универсальность этой модели позволяет выходить на проектирование систем жизнеобеспечения. И контроль и учёт, в том числе и принимаемых решений всевозможных. На эту тему, может быть, даже доклад бы ещё сделать. Связка физического и социального, экономического. Я помогу тебе это сделать, потому что понимание, как эта модель универсально экстраполируется. Например, мы можем взять этапы индустриализации. Мы можем взять этапы генезиса советского периода, сопоставив происходящее в стране с принимаемыми политическими решениями, которые, как генерация частоты высокой, понижали её и, следом за этим, тянули общую деградацию экономики и социологии. Очень интересно здесь показать техническими системами параллельно с биологическими системами. Всё. Спасибо за это. Хорошего дня.